Открытие поликлиники в районе, где проживает более 110 тысяч человек, это праздник. Праздник это и для медицинских работников. В день открытия поликлиники в микроайоне Бутово-парк, глава Ленинского района Олег Хромов нескольким врачам выдал ключи от долгожданных квартир. Врач, глава климкоролог, детские поликлиники. Поликлиника в Бутово-парке рассчитана на 200 посещений в день. Это небольшой объем, но учитывая, что все медицинские учреждения в районе переполнены, эта поликлиника существенно их разгрузит и уменьшит очередность. Осуществить реализацию этого проекта не так-то просто, но в действительности разведена современная поликлиника, уютная, комфортная, в современном новейшем оборудовании, что позволит нам, медицинским работникам, диагностировать заболевания различных органов и систем на ранних стадиях. А это очень важно. Как только поликлиника распахнула свои двери, сюда сразу же пошли пациенты. Местные жители ждали этого события долгие годы. Чтобы получить медицинские услуги, им приходилось ездить видное, что доставляло большие неудобства. Я очень рада открыть этой поликлинике, потому что слишком далеко было ездить видное. Каждые полгода на обследование. И большое спасибо. Вместе с пациентами в новую поликлинику зашли и почетные гости, которые осмотрели кабинеты и остались очень довольны увиденным. Большой плюс в том, что здесь есть еще и детское отделение. Дорогостоящие оборудования, светлые помещения. Поликлиника отвечает всем требованиям современной медицины. В планах здесь создание клиника диагностического центра для взрослых. Самое главное, когда мы работаем на профилактику, когда мы все-таки болезни предупреждаем, а их не лечим. И вот уровень современной медицины, он как раз должен быть направлен на это. И данное учреждение на сегодняшний день практически соответствует клинико-диагностическому центру. Здесь должен быть поставлен томограф, и тогда это может быть совершенно другое учреждение с другими возможностями. Со временем поликлиники появятся и в других новых микрорайонах. Так, между Дрожану 1 и 2 к концу года начнется строительство медицинского учреждения на 400 посещений в день. Сдача его планируется через три года. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Анастасия Нархонова, Видное ТВ.